Дорогие рукодельницы, в прошлом видео я вам обещала показать поведение этой пряжи в вязании. Как она деформируется в процессе стирки и деформируется ли вообще, дает ли усадку. Есть три образца. Они имеют одинаковый размер 50 петель на 60 рядов. Разница между этими тремя образцами в том, что один я постирала, ведь я на нем написала даже, что он стиранный. Второй у меня отлежался и лежал он несколько дней. Третий я только что сняла с вязальной машинки. Видите, все три образца имеют как будто бы разный размер петель. На самом деле плотность одинаковая. Просто выстиранный образец из хлопка дает усадку. И смотрим, его размер. Реальный размер в ширину 14,5, то есть 50 петель 14,5 сантиметров. Это после стирки. Стирала, кстати, в машине. Образец, который отлежался, смотрим, его размер, 15 сантиметров. То есть он лежал у меня несколько дней, но при этом уселся относительно только что связанного. Уселся сильно, но не дошел до выстиранного. То есть после того, как вы... Если вы сделаете расчет по вот этому отлежавшемуся образцу, изделие у вас сядет и будет мало. А вот образец, который я только-только вот только что связала, сняла с машинки. Он еще не успел принять форму. И смотрим его размер. Вот она, дорожка. Смотрим, смотрим, 16,5. То есть он весь загибается, но я вижу, дорожка с одной стороны, дорожка с другой. 16,5 сантиметров и 14,5. То есть 2 сантиметра разницы на вот таком небольшом полотне. Вы представляете, какая катастрофа будет на большом изделии? Сколько лишнего вы провяжете? Насколько? Как сильно усядется ваше изделие? Поэтому не забывайте, что каждая пряжа требует своего подхода. Хлопок надо стирать и смотреть на его реальный размер. Но есть исключения. Об этих исключениях мы с вами когда-нибудь поговорим обязательно. Когда хлопок стирать не нужно при расчете. На маленьких изделиях, которые имеют небольшие размеры, хлопок стирать нужно обязательно для того, чтобы посчитать петельную пробу.